когда я здесь разберу наверное никогда всем доброе утро настолько привыкла снимать на телефон это правда удобно взял и нажал кнопку у всех так мужики раздевается или только у меня поставил стул и здесь складирует свою одежду течение дня иногда сюда по накидает по накидает вообще чего попало главное вот смотрите все верхняя майка шорты трусов нет слава богу я понимаю что удобно дело в том что я же стираю этот угол я всегда забываю про него что здесь еще одежда лежит и вот у меня сейчас все постирана темный и вот это вот кучка осталось показать подушки вам купили новые подушки в икея ортопедические я долго смотрела ортопедическую подушку себе искала по сайтам по различным магазинам но совсем они ну очень дорогие не совсем а очень дорогие ортопедические подушки там подушку мне показывали за 150 евро просто подушку бы точно такая же но идентично потом я сходила к ортопеду говорю посоветуйте мне ортопедическую подушку он год ничего не выдумываете И ни за какие бешеные деньги их не надо покупать Это просто все впихивается людям Возьмите обычную ортопедическую подушку Вот примерно, чтобы она была Ну вот сантиметров 10, чуть выше Ну меньше 15, да? Вот сколько здесь? Я думала, что здесь 10 ровно Ну и мы заехали в ОК, я смотрю Там новые модели А еще лето было, такая жара С этой стороны Она охлаждает Ну как сказать, она прохладная Там гель находится Ну не так, чтобы прям ты ложился И вот прям холод от нее шел Нет, она прохладненькая Называется Это все по-голландски, это так тяжело читать Клуб шпоры Короче, видите, вот здесь еще значок Что она охлаждает Давайте я вам ее расстегну Не, классно Если ортопедическую подушку хотите себе купить Купите вот эту, не пожалейте Она стоит 40 евро Ну это не 150, да? Это не так дорого для ортопедической И я на ней уже сплю, получается, все лето Вот более трех месяцев Вообще классно Вот как ты лег на нее, так и проснулся Мне нравится Хотя Эдик у меня, он, знаете, как любит спать Это моя старая подушка Моя в турции покупает Я вот так обычно улегла и сплю, да? Вот так А он как-то вот так Вот так Потом вот Он ее вот так подпирает головой И спит, получается, на руке Черт и че Я бы не сказала, что она особо принимает форму Подваз, да? Подстраивается Но лежать на ней удобно Нет Она, естественно, принимает Но у нее нет такого Как вот У некоторых подушек, да? Вот так даже руку прикладываешь И она оставляет, держит форму твоей руки надолго Видите, здесь Прижал И потом она раз И в исходное положение пришла Видите, как можно ее скрутить Потом оп И моментально Слушайте, этой стирки просто конца края нет Я думала, я все перестирала А у меня еще здесь лежат чехлы Которые нужно стирать, по-моему При температуре 95 градусов 95 Но это тоже хорошо для машинки Она хотя бы горячей водой прогонится Без добавления Вообще ничего нельзя добавлять Просто их нужно простирать обычной водой Это чехлы на матрас Это чехлы на подушку Чехлы на одеяло Очень тяжело они надеваются Мы с Эдикой мучились вдвоем Я сначала попыталась сама это все делать надеть Я говорю, Эдик, иди сюда На одеяло вообще невозможно Во одного это все сделать Это специальные чехлы от Авергиня На пыльевых клещей Вообще правильно говорится Пыльевых клещей Так вот видите Какого они качества Какого-то как синтетика Как мы вообще на них вышли Эдик у нас безумно храпит Очень сильно храпит Иногда вот с ним Вот невозможно даже лежать Уснуть Его толкнешь Он вроде бы успокоится Секунд там на 45 Потом опять как трактор начинает И дело в том, что с каждым годом Это все хуже и хуже Ну в плане это громче и громче храп Примерно года три назад Он сделал первую операцию Ему там что-то прижигали лазером Это его надо спросить Как это происходило И сколько это длилось Но по-моему это длилось пару минут Я особо не вникала Для меня был важен результат Что он пошел что-то сделал По поводу своего храпа Они просто лежат и храпит В прошлом году Я Мы даже вместе не спали Спать было на самом деле невозможно Я только начинаю засыпать Он начинает как трактор Прям как будто рядом со мной Знаете Вот не муж лежит А трактор Который заводится И заводится бесконечно Просто всю ночь Ну так мы и проспали Долгое время раздельно Смысла вообще Я не видела с ним ложиться Засыпать Чтобы потом опять вставать Периодами было Что мы вместе спали Но где-то в 5 утра У него опять начинался Этот жуткий храп Я уходила вниз Или наверх Или в другую комнату Короче Это был какой-то ад Представляете Проснуться среди ночи В 5 утра Еще нужно же заснуть А вставать в 7 Там в полседьмого То есть вообще Я не высыпалась Я была злая Мы с утра ругались Я ему начинала все это высказывать Вот ты храпишь Вот ты ничего не делаешь Там худей давай Не знаю Там перестань пшикать Этими Пшикалками в нос Снупом Он снупа использует Кто-то пришел Кто-то ходит Хочет что-нибудь И это самое Он как наркоман Знаете Мужики когда подсаживаются На эти пшикалки Они как наркоманы Правда У них везде Вот эти бутылки Они уже не могут В гости Если мы куда-то приедем Он не возьмет с собой каплю Он ищет аптеку Давайте в аптеку Быстрее Может быть у кого-то капли есть Он просто не может дышать Ну это Это какой-то дурдом После того Как он сделал операцию Первый раз Я так обрадовалась Вы знаете Он вообще не храпел То есть мы спали Я прям высыпалась Думала Боже Со мной ангел рядом лежит А не вот этот трактор Это было что-то Я прям вот весь год Я спала Как ребенок Потом опять началось В один день Резко Он стал храпеть Да так громко Еще громче Чем он храпел до этого Думал Боже мой Короче говоря Пока он это самое Время нашел Чтобы мужик пошел в больницу Я не знаю Это Вот прям вот уже Пока петух в жопу не клюнет Они не пойдут Я ему сразу сказала Иди, иди Потом Потом У них же работы У них же беременей нет Короче Обычная история Как они ходят по больницам В итоге он в этом году записался И вот в середине августа Ему второй раз Сделали эту операцию Естественно Сейчас он еще храпит Так как Прошло что-то Меньше месяца прошло Там еще все заживает Но похрапывает Сегодня я уходила От него спать В другую комнату Он ночью Ты куда? Я говорю спать Я хочу спать Что-то у меня там вылазит Это Он говорит Ты ушла Откно открыла Я замерз Холодно А я спала Там в комнате Так тепло было Мне даже жарко стало Утром пришел Он утром пришел У меня будет С кофе От меня греется Я как грелка Теплая вся Он говорит Нифига у тебя здесь тепло В комнате Я говорю Да Он говорит У меня там холодно Рыда Вот Короче Вот такие вот дела У нас обстоят С этим храпом Сейчас буду стирать Эти чехлы Потому что Ну они Если честно Они немножко заваниваются Если Ну скука Они у нас полежали Месяца наверное полтора И они начинают Вонять Ну неприятный запах Такой Какой-то Не то что прям вот вонь А Какой-то Не знаю Немножко Несвежие Вот Несвежие Нужно стирать В Турции Когда я бываю Я всегда привожу Оттуда полотенца И вот эти полотенца Это от фирмы Мадам Коко Кстати у меня Такой же халат От этой фирмы Он как полотенце Он такой классный В нем и не жарко И не холодно Он в себя все впитывает Ты в нем не потеешь Вообще Такое ощущение Что вот и правда Полотенце Такое приятное Мягкое Ой вот я хожу Как в этом Как в отеле У меня еще тапочки есть Беленькие Я из душа Если выхожу В этих тапочках В полотенце На голове Так вообще Ностальгия по отелям Смотрите Мадам Коко Если вы поедете В Турцию Обязательно Посетите Анталия Мол То есть Молов Анталии Здесь аэропорт Он прямо напротив Находится И в нем На первом этаже Расположен магазин Мадам Коко Но на самом деле Там есть еще магазины Идентичные Этому Также с полотенцами И два магазина Есть на третьем этаже И пару магазинов Есть на первом Здесь все махалат Видите какой у них Огромный выбор полотенец Все для дома Текстиль Одеяло Я там полотенец набрала Конечно Получемоданом Зато у меня их много И мне не нужно Здесь их покупать Здесь полотенца дорогие Но вообще Турецкое качество Оно хорошее Через буквально Наверное Пару дней Вечером Мы всей компании Пошли в Белек Мы когда из такси вышли Сразу к нам подбежали Вот эти вот Продавцы Боже Девушка Что вам надо Чуть ли вот Не за руку У меня просто хватает Я вот это терпеть не могу Если мне надо Я зайду в магазин Куплю Не надо мне вот это Все навязывать Поэтому Вот мне там Не нравится ходить Они как пристанут Или там знаешь Например Без мужа проходишь Они могут тебе там Секси говорить Шмекси Ну черт и что Вообще раздражает Хочется как Я не знаю Разобрать Разобраться На месте Они вот в этом плане Вообще Просто Беспардонные Эти турки Мы когда из такси вышли Я говорю Где у вас текстильный магазин Он говорит Вон там через дорогу Пойдем Пойдем Тут же мы зашли Мне вот это не надо было Все Они чай наливают Сладости свои достают Думаю Что это они Ну зачем Сейчас мы зашли Там полотенце Купим И уйдем Для чего мне Вот это Здесь чаепитие Устраиваете А оказывается Мы зашли на второй этаж Там еще русская женщина Продавец Я говорю Покажите Самое большое полотенце Которое у вас есть А я точно Такое же купила Вот в этом Торговом центре Анталия Мо Вот Мадам Куко Она вот так достает Сколько там Метр сорок Я не помню Я говорю Сколько оно стоит Она говорит Оно стоит Тридцать долларов У меня просто Чуть глаз там Не выпал Я точно Такое же полотенце Купила Максимум За шесть Семь долларов В торговом центре С фиксированной ценой То есть там просто Они разбудят Я не знаю В общем я для себя Сделала вывод Что на этом рынке Если ты пришел туда С целью купить Подделку То ради бога А все что касается Домашнего текстиля Там Ну вот просто Да Вот полотенце За тридцать долларов Которое стоит По факту В торговом центре Семь И где-то За два дня до вылета Мы еще раз пошли Прогуляться в Белек Купили детям игрушки Так как на территории отеля Они просто безумных денег стоят Я прям не стеснялась Говорила Вы что Вы с ума сошли Самолетик Вот такой Который Я не знаю Цена Пять-семь евро Он у них там стоит Двадцать пять долларов Я говорю Я у вас этот самолет Покупать не буду В общем мы пошли в Белек В магазин игрушек Детям там Вы купили тоже Пол пакета Ну хотя бы самолет Не двадцать пять долларов Там стоил Ну не пять Пускай он стоил десять Но дешевле чем В отеле Также мы купили алкоголь И случайно Зашли еще В один магазин И там продавались Полотенца Они были точно Такого же качества Как купила я И по нормальной Доступной цене Я прям удивилась Думаю Ну надо же И также там и одежда Недорогая У нее продается Мужской Хугабос В общем Луи Виттон Гучи Там можно еще Приобрести себе Купальники Сейчас я покажу Где он находится Отдыхали мы Вот в этом отеле Белконти Резорт Вот этот старенький Отель Ну я уже про него Рассказывала Мне понравилось Нормально Старый Но хороший Как один раз На меня женщина сказала Мне было Сколько Может 2-3 Мама говорит Мы едем в автобусе А женщина говорит Ой какой ребенок Хороший Не вшивый Мама думает Причем здесь вши Не вшивый Короче Вот территорию отеля Выходишь Здесь можно доехать На такси За 5 долларов Мы на такси ездили Можно дойти пешком Такая прогулочка Будет вечерняя Хорошая В общем Доходите Вот здесь центр Белека Сразу же Кто был Тот узнает Может быть вы собираетесь Для вас Я считаю Это полезная информация В общем Вот здесь вот Находится остановка Примерно здесь С которой вы можете Уехать В тот торговый центр Вам нужно сесть На любой автобус С табличкой Анталия И вы доедете Примерно ехать Минут 35 Можете доехать На такси Как вам удобно Мы ехали на автобусе Потому что По времени То же самое И туда-обратно Стоит По-моему 80 долларов Или 90 На автобусе Там копейки Сворачиваете Вот здесь Налево Идете Идете И вот здесь Магазин В котором Можно приобрести Себе хороший Качественный Качественный Алкоголь Это кстати Французский Магазин По-моему Вот это Здание То есть Через магазин Через здание Здесь покупайте Полотенце Домашний Текстиль Там же Есть У нее Одежда Работает Там Русская Женщина И у нее Нормальные Фиксированные Цены А знаете Не от себя Чина Которая Вот здесь Происходит Просто В любой Магазин Здесь Заходишь Я не знаю С ними Надо торговаться Я терпеть Не могу Торговаться Я не люблю Торговаться Мне нужно Зайти Купить И выйти А не устраивать Вот это Еще Витик Заказал Ну он Себе Заказал В первую Очиститель Воздуха Он его Раньше Рядом Прям С кроватью Спал Первый раз Смотрю Разобрала Смотрите Вот Здесь Засасывается Воздух Здесь Расположен Фильтр Вон Посмотрите Ой Правда Ого Как он Грязный Он у нас Все лето Работает Все лето Просто Без Передыха Мы его Не выключаем Слушайте А фильтр Наверное Уже Менять Надо В общем И правда Очищает Он Воздух Здесь Я его Не сломала Как-то Вот так Включается Вот Все Включился 0.3 Это в принципе Хороший показатель Я как-то Недавно Начинала Здесь Все убирать Вот это Вот Деялами Трясти Одеждой Я смотрю У меня показатель 145 Просто Поднялась Пыль И он Начинает Это все Дело Фильтровать Но Нам нужен Еще один Такой Потому что Я смотрю Он его спустил Сюда В зал А в комнате Теперь ничего Не стоит Все Рассказываю Рассказываю Не показываю Вот эти Легендарные Полотенца Но они Правда Хорошие Вот Таких Два Взяла Таких Два Взяла Четыре Вот этих Или вот эти У меня Старые По-моему Они старые Да Эти старые Значит Вот эти Два Затем Для рук Четыре Штуки Это По-моему Старые Тоже Вот Полотенце Для Да Вот Кэти В комплект Идет И вот Такие Два Одно У меня Уже Висит Оно Такого Хорошего Качества Такое Мягенькое Это Мадам Коко А вот Эти Два Я купила В том Магазине В Белеке В котором Работает Это Русская Женщина Где Фиксированные Цены Видите Какое Красивое Мягенькое Приятное Вообще Если Была В моя Воле Я бы Наверное Еще Взяла Но У меня Уже Просто Не Было Место Обычные С Рисунком А Есть По-моему Вот Такие А Золотой Вышивкой Мне кажется Я не взяла Да Не взяла Я золотой Вышивкой Почему Это Вот Эдик Такие Любит Они Достаточно Плотные Немножко Грубоватые Он Не Любит Мягким Вытираться Тоже Видите Такое Большое И Вот Точно Такое Же Полотенце Она Мне Показывает За 30 Долларов Я Такая Сразу Пойдем Отсюда 7-8 Долларов Максимум По торговому центре Стоит Еще у меня Коврики Два Я таких взяла Один серый Другой Голубой Такие тоже Классные Мягенькие А Вот 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 Я Такой Взяла Серый Думаю Что-то У меня Было С вышивкой Вот Она У меня Таких Два Одна Уже В стирке Валяется Вот Так что Я Все Полотенца Только Только Там Покупаю Все Уже Перегладила Сейчас Будут Собираться И Задание Уже Пойдет Но Не Сейчас Через Два Собирать Насчет Храпа Смотрите У нас Получается У него Аллергия На Клещей Это Выявил Лор Он Сделал Анализ Анализ Показал Он Выписывал Ему Вот Эти Чехлы Значит У нас Чехлы Потом Операция И Очиститель Воздуха Если Это Не Поможет То Скорее Всего Я Буду Делать Какую Трубую Уже Более Серьезную Давайте Будем Закругляться Потому Что Не Хочу Больше Ничего Снимать Пойду Пойду Я халат С ним Уже Оденусь До конца До конца Все Давайте Пока